Итак, сегодня, Гуру Дев, мы предлагаем читать вверх номер 26 от Рада Раса Суданитхи. Рада Говинда будет читать, я буду переводить. И, пожалуйста, девочкам, чувствуйте, что-то свободно поделиться. Пожалуйста, делитесь, мы будем читать. У кого какие чувства? Да, мы читаем сегодня, да, начинаю я. Ну, небольшими, да, кусочками? Да, да, да. Мы читаем, как бы, да, погружаемся в свой ум, погружаем в молитву, да, в Прабадхананды Сараспати, который 500 лет назад сидит на берегу иммун, он там жил, да, и там тело оставил, молится и плачет. И во время баджина к нему приходят некие видения, который в почитании ему говорил, что это от меня, это мое. Now we are reading, now we are reading the prayers of Shilaprabhadанanda Сарасвати, which he shared and revealed 500 years ago in Vrindavana. And it was, these prayers came directly from Shichaitanya Mahaprabhu. He told that it is from me you will have these revelations. И вот, да, как бы, молитва Прабадхананды. Вау Анье Сара Раса, Сара Сукхаика Сара, Каруниям Сара Матхура, Чхаби Рупа Сара, Вай Дагхья Сара Ратаке, Виласа Саре Рада, Пхе-пхе-ма-ма-ма-ма-ма-но-ку-ла-сара-саре. Перевод. Мурико наше, да, Прабадхананды Сарасвати, он там взывает, то есть это молитва, с плачем, с баджаном, он говорит, мой ум, мой ум полностью погружен в Радху. Прабадхананды Сарасвати is crying and he is saying that my mind is completely immersed in Ширада. Рада, которая является сущностью, представляете, сущностью изящности. она является сущностью расы. Представляете, раса это, на русский язык говорят, это эмоции, это чувства. И вот все эмоции, все вот ощущения, все эти как волны, как в духовном мире описывают. Да, она является сущностью. она является сущностью. это рада, сущность всего сострадания и всей сладкой лучезарности, сладостной лучезарности. наша Ширада, молится наше, как, да, нашу Тихуру Девину, что она является сущностью прекрасной, самой прекраснейшей вообще формы, любой, вот какую только можно придумать, искусности и любовной, эротической игривости. И нашу Гуру Деви спрашивает, что радика также основа самой красивой формы, основа всех искусств и основа эротической игривости. это очень красиво. Да, у меня вот маленький вопрос к Домодаре. Вот меня как бы поразил вот этот масштаб. Сущность изящности. Сущность изящности. Домодара, скажи, пожалуйста, два слова. Рада Говинда is asking a question to Дамодар, Прабху, because he's very impressed by this expression. Радика is the essence, is the topmost essence of elegance. What does it mean to be the topmost elegance? Я нахожусь под впечатлением от вчерашнего события, где мой прекрасный Гавран Гасундара в одной фразе изменил глубинные представления о Сиддханте, те представления, которые были закапсулированы где-то очень глубоко, неверные представления. Дамодар Прабху is saying that now he's under the deep impression of yesterday's Croatian class in the evening, where his dear, he's saying that my dear, Гавран Гасундара, he changed, completely changed his understanding of some таттва, moments. By few words he's saying that like by few words he changed everything. Где Гаудия, Гаудия Вайшнавы, это те Вайшнавы, которые следуют за Манджарибхавой, все остальные Гаудия не являются. Гауран Гасундара, yesterday he said that Гаудия Вайшнава is those Вайшнава who are following Манджарибхав and other Вайшнава they are not Гаудия if they are not following Манджарибхав. они Вайшнавы, они Расики, но они не Гаудии. They are Вайшнавы, they are Расикас even, but they are not Гаудия Вайшнавы. И вот это тончайшее вот это тончайшее свойство желать желать почувствовать то, что чувствует Свамини, то, о чём ты просишь, дорогой Гавинда это вот это вот настроение, это вот когда она просит Парвадананда, когда в теле в теле Манджарь просит Свамини поделись, расскажи, расскажи, что ты чувствуешь, что расскажи о своей любви. И Расика не говорит о том, что она чувствует, она не говорит о том, что она чувствует, она рассказывает то, что делает её любимый, то, что он делает, то, что является для неё событием. Она описывает события, то, что является для неё событием. И как он, например, встречает её, И когда он видит её, он чувствует, что обрёл величайшее сокровище. И он не знает, что с этим делать. Вот он не знает, что с этим делать. Не знает. Можно перевести, пожалуйста. О, да, ладно. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения в каждом knowsе от эмоций. И вот он, в киеве, он не знает. В киеве Манджаринской форме, он спросил его Прошу прощения. О, Радзи, что вы чувствуете? И что вы чувствует? Что вы чувствуете? Но Радзика, она не нарушает ей feelings. Она просто立авает мыши своего любовника. Это что они достигли в них. Как он дрожащими руками собирает ей листья бетеля, как неуклюжие по-своему, плачет и собирает. И вот этими дрожащими руками вкладывает в ее уста эти листья бетеля. И она делится вот этими событиями с ней. Как он прижимает стопы, ратики, как он целует их, как он прижимает их к своей груди и плачет. И вот этим она делится со своей служанкой, но она же подруга, и подруга, и служанка. И она не рассказывает о своих чувствах, она их проживает. Она их проживает. Она вспоминает события. Она, Ратика, вспоминает события. Но когда вспоминает события, она их тут же проживает, как будто бы они происходят сейчас. И она проживает те же эмоции, те же эмоции, которые она проживала тогда. Но она проживает их заново, как будто бы этого не было. Она их заново проживает, эти эмоции все. И служанка чувствует, как будто бы это происходит у неё наяву перед её мысленным взором. Эти события разворачиваются. И она чувствует то же, что чувствует ратика. Она чувствует это. Она чувствует эту нежность. Она чувствует эту сладость. Она чувствует то, о чём ты спрашиваешь. То, о чём ты спрашиваешь, невозможно объяснить словами. Это можно только прожить. И то, куда мы сейчас погружаем... Можно перевести это? О, да, да. Да, да. И когда Кинкари is asking her свамине to share her feelings, Радика is not telling directly feelings. Она представляет все, что было раньше, в их встрече с Кришна. Как он был с трамблой рукой, как Мохан был спрашивающим эти белые ливы. and taking to the heart and when Radhika is saying all these events which took place while they're meeting at the same time she's feeling all what she felt before, all she used to felt when they were together with him so Kinkari is witnessing all this her moods all her feelings and now she knows what Radhika is feeling и там нет прошлого там есть вечное сейчас вечное сейчас это проживание события это проживание события, которое происходит сейчас и мы погружаемся сейчас в это сейчас мы сейчас погружаемся в это сейчас и получаем все благословения этого сейчас этого события мы выходим в сопереживание с Radhika сан-киртана сан-киртана это несовместное это не какое-то вместе не какое-то пение вместе сан-киртана это одномотивность это одномотивность то есть мы с её мотивом входим мы с её настроением входим мы вот в эту манджарь пхаву входим то есть всё что сан-киртана это настроение манджари потому что они сан они соединены с ней, они сочувствуют ей, сочувствуют её переживаниям, они чувствуют вместе то, что чувствует она. И это есть Сан-Киртана. Это есть Сан-Киртана. И то, что куда мы входим сейчас, то, что куда мы входим сейчас, мы входим в это вечное сейчас, и это есть Сан-Киртана. Это Гауран Гасунда рассказал, или это ваша реализация? Это то, что приходит нам, приходит нам сейчас. Жаль, жаль. Очень прям вдохновляющая такая. And Dhamudhar Prabhu is saying that there is in Lilas there is no past. There is only now. So they're there. And that's why they're able to enjoy the same things like more and more more and more times because they have only now. They don't have past. And what means Sankirtana? He's saying that Sankirtana, first of all, it's like empathy. Empathy is this going in one tune. It's not like singing together. It's much, much more. It's the deepest feeling of unity when everyone goes in one tune. And that's why it's like his realization. He's saying that that's why all manjaris that's doing Sankirtana is the practice of manjaris. Manjaris is to do Sankirtana, to go in this empathy with Radhika, to go in one tune with each other and with Radhika and to be in one flow. And that's what you're asking, it's the fact that you're experiencing in the unity of this Sankirtana, in the unity of her Sankirtana, when she talks about her own events, when she talks about her own events, when she talks about this event, and what she talks about Shima Sundara, what she talks about. Because that, what she talks about for her, is a event for her. And this line, this line, this line, this line, this line can live. You can say it is impossible, but you can try. Можно пытаться. Ратика не знает, она говорит, «Я не знаю, я не знаю, сколько сладостей в этом». Она не знает, она всегда в исследовании этого чувства, потому что она есть воплощении этого чувства, воплощении этого величайшего чувства. Она вся есть это чувство, и она в исследовании этого чувства, потому что это чувство и есть суть его, суть абсолютной истины. И она в исследовании находится. И то, что она извлекает, то, что рождается на поверхность вследствие этого исследования, капсулируется манджари. Капсулируется манджари. Это основная функция капсулирования. Она вбирает это всё. Вбирает для того, чтобы потом превратить это в творчество. Она идёт в творчество, потому что она является вот этой творческой потенцией. Можно перевести? Подождите, подождите. Я иначе, просто прошу прощения, я иначе ничего не смогу донести. So, Дамодар Прабуи скажет, что Радика, she herself, she doesn't know the sweetness of Krishna. She's in a constant process of research. She's researching every moment, this sweetness. And Mangeris, they're helping her in this process. And the role of Mangeris is to keep this research, these feelings, which were taken out. They are capsulating these feelings and keep them. And they are transforming these feelings into arts. he's saying like this. Very beautiful. Да, всё. Прошу прощения. Да, я хотел, знаешь, добавить, ну как бы, добавить твою мысль поддержать, да, и вот комментариям она, да, разваладе. О, о, рады и рады. He's saying that I want to support your ideas, this your ideas by the commentary of Shil Ananta Das Babaji. Это на пару абдаций от свыше я беру на Гавин-Дамахин. Где или написано, или рада. 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 Это единственная и главная часть, единственная и главная часть сущности, всего блаженства и всех эмоций, вкус, рад. Единственная и главная, то есть она есть. Это, где в комментарии? Это вот, ну я страницу перевернул на два-три абзаца, ну где-то вот. Ниже. А, всё-всё-всё. Да-да-да. Shil Ananta Das Babaji is the only one essence of all the bliss and all the rassal. Да. И наш возлюбленный Шипада Кавикарна Пура да в своей молитве, в своём баджане к нему пришло, и он сказал, что сущность, знаете, как вот, суть сущности, то есть причина всех причин, сущность расы, это, вот любого чувства, это изумление. чувство, знаете, как живёт или оживает, когда оно изумляется, знаете, вот, ауа, вау, и это называется Мадана Махабхава, Ширадхи. Это самое изумительное и наиболее прекрасное, вообще, раса, да, самая высшая, Мадана Махабхава. То есть, любовь, это же любовь, Гавида Махини. И поэтому, я зачитаю предложение, она, баба же говорит, и поэтому она, наша рада, это квинтэссенция, сущность изящности, расы и блаженства. Ну, вы представьте, что она изумляет своего создателя, она изумляет Гавинду. А Гавинда, ведь это расовая саха, это воплощение блаженства. Но даже он, она его делает, его преданных, да, побежденными и счастливыми. И поэтому рада, единственная сущность, единственная сущность блаженства, вообще всего блаженства. Джай. Рада. Рада Гавинда is reading from the commentary on this verse, commentary of Шилананатадас Баба, Джимма Хараш is like on the next page. Ширада is the only one and the major part of the essence of all the bliss and all the Rasa. Шипат Кави Карнапур is saying that the essence of Rasa is amazement, that Madana Mahabhava of Ширадика is the most amazement and the most beautiful Rasa. That's why Radhika is the quintessence of Rasa and all the bliss. And Radhika, she's able to amaze even Kovinda, even Mohan. Mohan himself is the bliss himself. but Radhika makes him and all devotees totally happy. That's why Radhika is the only one reason and the only one source of all the bliss. Gowinda Mahini, я хотел бы на эту строчку, у меня тут маленький вопросик, я последний, вы меня простите, я не бестолковый, я хотел бы попросить Сунити ответить, матушку Сунити. И вот у меня вопрос такой, как она видит по этой игре, волне, по этим чувствам Radhika изумление, пусть она два слова скажет об изумленности, и Кришна, и Radhika. Сунити, рада, 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 Gowinda искать ляск и ютуб. Share. Share. You're here? Раде, рада. he's asking to share about this amazement, about this amazement wave. I'm just, my ears are just drinking your feelings and your realizations and Damodara Prabhu and I'm very astonished, so it must be a blessing from you. when she is very nicely, Damodara Prabhu was explaining how she is describing the service of Mohan and how she explains this to the kinkery only to meditate on this gives so much inspiration and happiness that it's sometimes difficult to express in words. I feel I am now in the state of astonishment what is explained here that Rasa is about astonishment and how Shimati Radhika is most astonishing because she is the culmination of all beliefs and all Rasa for Mohan and for the kinkery also. I think that I am in this state of surprise and surprise when I that Radhika is the who is surprised his loved and all around and тоже плавают в этом настроении, полностью унесённое этим изумлением. И Сунити говорит, что я сейчас сама на этой волне изумления. Мне очень нравится, что я слышу ваши чувства реализации. Я говорю, что не хочу просто говорить ради разговора. Я вот сейчас сама замерла в этом изумлении, медитации на то, что вы говорите. Тогда у меня будет этот маленький вопрос до Уровани, пожалуйста, по абзацу, который мы прочитали. Маленький. Вот этот океан изумления, в котором и Рада, и Кристо тонут. Мне вот маленький, простите меня, я литл ступик. Где кимкари? Что ощущают? Как они чувствуют? Вот именно вот эту эмоцию. Как наши, да? Как наши Глудеви. Рада, Рада. Рада Говинда. Рада Говинда. Очень ступик. И я хочу, чтобы вы поделитесь на этом токе, чтобы выразить это вместе. А Гавровани пробусти? А, да. Ага, вы спрашиваете кого-то, кто еще более ступик. Ты, говоришь, сейчас спрашиваешь того, кто еще более глупый. Дамудар, ты меня очень сильно вдохновил. И вот сейчас я хочу обрисовать картину, то, что я вижу. Что является основой искусства? Основа искусства — это чувства. Это воплощенные чувства. Чувства, которые переданы. Назначение искусства — это когда ты свое чувство хочешь передать для того, чтобы те, кто смотрят, да, воспринимают это искусство, получили те же самые чувства. И сама глубинная суть искусства — это обмен чувствами. Поэтому Радика является наивысшим художником. Поэтому Радика является наивысшим художником. Если вы просто кому-то скажете, знаешь, я тебя люблю. Наверняка вы понимаете, что это не будет такого же эффекта, как если бы человек спел, например, прекрасную песню в своих чувствах. Поэтому чувства нужно выражать очень поэтично, да, не напрямую. Тогда только человек сможет проникнуть со вашими эмоциями. Поэтому для Махабхавы, для самой олицетворённой Махабхавы, царицы всех-всех чувств, как же ей иначе выражать свои чувства, как не через искусство? Но это невозможно сделать через одну Личность. Но это невозможно сделать через одну Личность. Ей нужны множество-множество Личностей для того, чтобы каждый аспект своего чувства проявить совершенство. Так как принцип оркестра симфонического, для каждого настроения и оттенка вам нужны определенные музыкальные инструменты, какие-то группы музыкальных инструментов. Или также в театре, для того, чтобы выразить идею, нужны разные актёры, разные образы, персонажи. И поэтому Радхарани нужны мы, кинкари и манджари, для того, чтобы Кришне наилучшим образом донести свои чувства через нас. Конечно, без оркестра не обойтись, потому что они должны в совершенстве сыграть на струнах сердца. Они в сердце устраивают целый фестиваль различных эмоций. И кто, для кого это возможно, устроить фестиваль эмоций в сердце Кришна? Только той, кто движимо Махабхавой. Поэтому мы можем понять, что искусство – это необходимая вещь для того, чтобы передать чувства. И искусство, оно ещё имеет такую особенность, что мы не напрямую выражаем свою идею или чувства, а для тех, кто умеет читать между строк. Это будет послание для тех, кто умеет прочесть что-то высказанное не напрямую, а посредством. Я знаю, что я делаю, что я делаю, большинство не будет понимать. И Гавровани Прабу, он художник со стажем более 30 лет. Он работает в технике абстракции, он продаёт свои картины, но он говорит, я понимаю, что большинство людей, они никогда не поймут их по-настоящему, потому что они смотрят своими глазами на эти картины, но они не понимают, какие чувства в этих картинах. Кто может понять ваше произведение искусства? Кто может понять ваше произведение искусства? Только тот, кто находится в одном настроении с вами. Если мы хотим быть в линии Гавранги, мы должны понимать искусство Гавранги. Потому что Гавранга — это Гавранги. И она является наивысшим художником, потому что только она умеет передать эту Махабхаву. Это изумление, извините. Потому что Радарани и Крисна, они могут выбрать, что крупный сценарь, целый театр, требуется. Божественные чета, они в совершенстве знают, какие декорации нужны для их истории. Вот сами представьте, если бы вам нужно было поставить величайшую историю любви, какие бы декорации, какую бы сцену вы провели? Кого бы взяли на роль главных героев, какую-то пожилую пару? Кого бы взяли для этой романтической истории? Пожилую пару, либо совсем юных актеров, которые, да, это была бы история первой любви такой яркой? Яркой. Каждый помнит, да, первая любовь, что такое? Как это чувство, оно вибрирует в сердце каждого? Все кажется очень новым. И все казалось тогда очень неожиданным. Мы даже не могли представить, что же будет дальше. И поэтому все эти переживания были удивительными, изумительными. И поэтому вот эта первая любовь, это всегда какие-то качели, да, то вверх, то вниз, то есть это буря чувства. Потому что сама любовь, она как будто трясет, трясет этих влюбленных. И представьте, если бы вы были с самим Господом, каких бы актеров подобрали, какие декорации? И также нужно задуматься и об ограничениях времени. Если вы выбрали лучшую декорацию актеров, но у вас нет времени, тогда все не имеет значения, не получится ничего. Вы сделали так, что у вас даже ветерок такой благоухает и вот носится повсюду, распространяет это благоухое. И даже вы сделали так, что Солнце, Луна и вся природа готова служить, чтобы выразить эту идею в вашей постановке. И представьте, что у вас на воплощении этой идеи всего час, и потом все, закончится. Это было бы не очень. Это бы всех смутило. Для выражения этой идеи нужно времени столько, сколько нужно для выражения этой идеи. Мы не можем думать о завтра или о том, что было вчера. И все знают этот эффект, что если мы чем-то сейчас занимаемся, но думаем о завтрашнем дне, либо размышляем о том, что было вчера, мы теряем это сейчас. Мы теряем весь вкус к тому, что мы делаем прямо сейчас. К этому нужно быть уже здесь и сейчас. Для того, чтобы проникнуться вкусом этого произведения искусства, это произведение искусства не может быть и не может сравниться ни с чем другим. И такова сладость этого обмена. Винда Макини, может быть, Махарадча или вот Утхова, я верю. Утхова, говорит, хочет сказать. Говинда Макини, вы спросите, что вот помните на прошлом Zoom ее вопрос, может быть, он может ответить, я ему задавал, он сказал, мне надо время. Ну, может быть, ту тему, либо вот на сегодняшний. Рада Говинда is asking Udhava Prabhu about yesterday's Zoom. He asked you some question. Maybe you want to share on that topic or on this topic also. He is very eager to listen from you. I don't remember the question from yesterday, but he said something to share about this question from before, about the essence of beauty and the essence of charm and the essence of elegance. Because I think Anandadas Babaji explains later that the word essence that he's using here is very special. It's this word sarah, which means essence, yes, of course, but it means essence which gives pleasure, which gives happiness. So, whereas Krishna is the beauty and the top of elegance and the top of charm, Radhika is the top of beauty and the top of charm that gives pleasure to others, in particular to Krishna. So, it's beauty in action to take Gurudev's words. It's love in action. Radhika is not the queen of love, but the queen of loving. Radhika is the daughter of passion. And Vudava Prabhu, I, frankly, was not the one in the past in the Zoom, so that there was a question, which was the other question. I want to share with you now the question of what we read in 26- monstrous, where it is on that Radhika – it's the theme of the soul of the soul of the soul of the soul, the soul of 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 the soul. И он говорит о том, что радика, здесь говорится, да, essence, да, вот это слово суть, на санскрите оно называется сара, да, то есть это говорит не просто суть, а это суть, которая… Это не просто суть, а суть, которая дает наслаждение, суть, которая радует, это суть красоты, то есть это суть. Слово сара, которое используется здесь, это не просто суть, да, не просто как вот такой сухой остаток какого-то вещества. И он говорит о том, что Кришна, да, его называют, да, и расой, и красотой, что вот он сам, олицетворение всех этих качеств. Но радика, она та, кто радует других, она не просто является такой же сутью красоты и изумления и всего, но она ещё и других этим радует, удивляет и делает счастливыми. Поэтому она царица не любви, а, как сказать, та, кто даёт любовь, вот как-то так он сказал. То есть она, являясь сама, этой квинтэссенцией любовью, она делится, а Кришна, он, да, он просто как любовь сама. Да, в Бхагавадгите постоянно мы читаем о том, что радика — это энергия, дарующая наслаждение. Суть — это энергия. Разбираясь, дарующая наслаждение, дарующая наслаждение, Секар. Right? Расик. Секар. And Sunniti. And Rasa is Rasa. Джай-ха, Гурди. We don't have your picture, Гурди. I'm missing your picture. No problem. I'm eating. Okay. Rasa-sal. You want to see this? It's Radha-Kundi. Sunniti will explain. I can't hear you. Understand? Remember? Guru-Dev говорит о том, что Кришна — это сама раса, но Radhika — это раса-сар, это вместилище этой расы. In other words, the essence of Rasa that gives pleasure. Удава говорит другими словами, это можно сказать, что это суть расы, которая еще и дает наслаждение. Yes, it's like Guru-Dev said, the Radha-Kundi is the essence of all liquid love that is going to Śyamati. So, Shyamati Radhika is that rasa, that liquid love that goes to Krishna all the time, that gives him enjoyment. And Sunniti напоминает о том, что Guru-Dev, он часто говорит о том, что Radha-Kundi — это контейнер вот этой жидкой любви, раса-сар, да, Кришни. Поэтому вода из Рада-Kundi всегда течет в Шyamati-Kundi, как Radhika питает своей расой Кришну. She's like the overflowing liquid of bliss and Ananda and everything that he could ever desire. And he is begging her to fulfill, to fill him up, because he always feels empty in her presence, because she is more full than him. И Кришна, он всегда жаждет получить вот эти расслабленные чувства от Radhika, потому что в её присутствии он всегда чувствует себя опустошённым в виде перед собой, эту квинтэссенцию всех чувств. Он жаждет получить чувства от Radhika. When we are at Radha-Kundi, there is always the flow from Radha-Kundi to Shyamati-Kundi. It is a flow that is eternal. And it is nourishing Mohan, how she and her love is flowing. And always overflowing him, so he can also be in this feeling of her love all the time. И мы, приходя на Radha-Kundi, всегда видим, что Radha-Kundi питает своими водами Shyamakundi. И нужно понимать, что это Radha-Kundi, своими чувствами, она питает Кришну, и она затопляет его. То есть он переливается за края. И он этого очень жаждет. So we heard so nicely from Gauravani about artists. And in any kind of art, we need inspiration. And we know that it's coming from above. Any artist is always waiting for something that comes from inside and something divine that will touch the heart. So it can be expressed in words, in songs, in poetry, in many things. So Shymati Radhika is the fountainhead of all inspirations of how to love. And if we are touched by her love, even as a human, we can learn how to love. Or touched by her pinkberries, of course. So in the same way, Mohan is begging for her touch. Begging for her sara, the essence of how to love in a way that he cannot even know how to desire. Because she is the fountainhead of all loving desires to love. And I like very much Udava's explanation of love and action. So we are begging a drop of mercy of this essence of loving abilities, which is our Shymati Radhika. So as we know that Krishna even says that everyone loves me, but how can I understand? Understand anyone who has so much love that I can forget myself as the Supreme. Krishna says that everyone loves me, but how can I understand who has so much love, how can I understand her feelings, how can I understand her love? And still, because she is so full of love, she is emanating all of these different, different arts of how to love more into the hearts of her pinkberries, so that she can limitless increase all loving actions. That is the loving action of the Rasa star of the overflowing fountainhead of Shymati Radhika's heart and all of what she is, the whole being. And Radhika, Rasa star of the overflowing, this Rasa star of the overflowing fountainhead of all love, the living essence of all love, which is the whole being. Thank you all for inspiring this beautiful subject and Dhammuda. You are nice how you speak and I am so happy you will be soon also in Mungya Mandi with our dear Radha Charan. And so big happiness in my side and also I know on Gurudevites and all devotees side to have more devotees there. And the ocean of Rasa star. And Sunita says, that she is grateful for the words, your emotions, for this amazing meditation, for this wonderful idea to discuss. And she is very felicit, that you are soon to be in Mungya Mandi with Radha Charan. And she says, that not only I am really happy, but also the other Bhakhti, Рады этой возможности пообщаться, и Гуру Дэв тоже очень рады. Спасибо.